Всем большой привет! Меня зовут Наталина, и сегодняшнее видео целиком и полностью будет посвящено нашумевшему бренду Сэмми Бьюти от Оксаны Самойловой. И к этому бренду еще у нас с вами Миксит приложил свою руку. Итак, за последние полтора, наверное, месяца вышли сыворотки, целых семь штук. В общем-то, сыворотки практически как трусы, неделька. На каждый день недели отдельная сыворотка. И также четыре вида масок. На самом деле, сыворотки я тестировала где-то две с половиной недели, но поскольку их семь, и подразумевается, что вы каждую сыворотку наносите один день в неделю, то получается, что каждую из этих сывороток я использовала сколько? Один день, раз, два, и, ну, два раза в день, вторую неделю. То есть четыре раза я использовала каждую сыворотку. Маски я использовала по несколько раз. В принципе, сыворотками я провела достаточно долгий период времени, поэтому могу и готова высказаться на эту тему. В общем, в этом видео будет общая информация о данных продуктах, о новых выпусках. Также я снова попросила Ксюшу Вебер, которая является косметологом-эстетистом, высказать свое мнение о составах, потому что она в этом прям супер классно разбирается. И у меня, обязательно подпишитесь на ее канал, я оставлю ссылку на Ксению внизу. И у меня также есть некоторые вопросы к этим продуктам, но и за достаточно длительное время пользования у меня есть некоторые комментарии к этим продуктам, некоторые вопросы к этой линейке. Ну, в общем, давайте уже переходить, собственно, к этому видео про первый выпуск и вообще про бренд Semi Beauty. У меня было отдельное видео, можете посмотреть его, если еще не видели. Очень много с этим брендом связано скандалов, хайпа и так далее. И у меня вот сейчас уже реально создалось впечатление, когда прошло какое-то время, когда ты оглядываешься назад и смотришь, у меня реально полное ощущение, что они это делали все специально, что там Оксана Самойлова копирует полностью Кайли, при том, что, знаете, как бы это ожидание реальность, как с Алиэкспресс, просто какие-то дешевые парики. Выглядело, это, конечно, первая фотосессия достаточно странно, теперь они тоже под Кайли сделали фотосессию с Гринчем, при том, что Гринч это, ну, поправьте меня, если я не права, это не настолько популярный персонаж, как в Штатах, там какие-то вот эти вот гномы, эльфы, вся вот эта тема. Мне кажется, у нас это просто тема, ну, не настолько популярна. В общем, там даже макияж просто скопирован, но всем уже просто плевать, потому что уже как бы информационный повод, когда он был первый раз, это да, это было как-то, что типа произошло, а когда он повторяется уже второй, третий раз, ты уже такой, типа, ну, окей. В общем, мы сегодня с вами обсудим эту линейку сывороток, мы с вами обсудим все маски, разберем плюс-минус составы, действует это, не действует, стоит ли все это покупать. Ну и, в общем-то, давайте переходить, собственно, к разговору. Итак, сыворотки, их 7 штук, они прям называются понедельник, вторник, там, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Они все на похожей базе из вот этого рецелайна, который они теперь переназвали в актеры X. Если вам все эти названия не знакомы, я вам крайне рекомендую посмотреть мое первое видео, потому что там супер подробно про бренд с точки зрения там продаж, что, конечно, очень здорово и очень классно взять и выпустить продукт за 4-200 рублей, платная доставка 500 рублей по Москве, потому что, получается, ты зарабатываешь сразу намного больше. И сейчас они стали вообще продавать все практически комплектами, то есть комплект ухода за лицом, комплект сывороток и комплект масок. Комплект масок стоит 3200 рублей, здесь у нас с вами 4200 и 4950 первоначальный набор. 7 сывороток. Меня здесь первое, что смутило, да, у них похожая база с вот этим вот актерой X, с этим рецелайном, да, который они там все переназывают. Но получается, что действующее вещество, которое в каждой сыворотке, по идее, должно быть другое, да, оно на вас действует раз в неделю. По мне, это настолько низкая концентрация, что да, это может быть какая-то маска, которую мы и то там 2-3 раза в неделю делаем, да, с какой-то высокой концентрацией действующего вещества, что она дает вам вау-эффект. Но сыворотка, как правило, в сыворотке, в креме, да, должны быть такие компоненты, которые как-то накапливаются, постоянно действуют на вашу кожу. Здесь же этого нет. Ладно, давайте разберем каждую сыворотку по отдельности. Итак, я вот беру первую сыворотку, манды, и здесь у нас написано, что нанесите сыворотку, соответствующую дню недели, утром и вечером, на чистую кожу лица и шеи, после использования пенки для умывания и тоника. То есть утром и вечером, окей. У нас здесь первая сыворотка, и у неё в составе заявлен ретинол. Ретинол – это фотосенсибилизирующий ингредиент, то есть, мне кажется, все знают, кто по кислотам, кто по ретинолу, что его можно наносить только на ночь, иначе это может спровоцировать появление пигментных пятен. Поэтому ретинол, он добавляется только в крем и только в сыворотки, которые мы мажем на ночь, и утром обязательно использование SPF. Здесь про SPF разговора нет вообще. И если вы пользуетесь такими компонентами, то даже если вы живёте в климате, типа как у нас в Москве, когда у вас серое небо и солнце особо не светит, то SPF всё равно нужно наносить, иначе фотостарение, иначе пигментные пятна и все прочие прелести, мягко говоря. А текстура здесь такая, как сопельки, то есть она, я бы не сказала, что это прям что-то такое очень водянистое, оно такое скорее какое-то желеобразное, распределяется по лицу оно нормально, но у всех этих сывороток, вот по мне, по текстуре, сыворотка понедельник, вторник и суббота-воскресенье, они, сейчас попробуем как-то показать, они вообще как будто просто идентичные и просто названы по-другому, какие-то чуть более мутные, какие-то чуть более прозрачные. Вот понедельник, она высыхает на лице, то есть если не закрыть её сразу же кремом, у вас лицо начинает, и это касается практически всех этих сывороток, оно такое, мне прям стягивает, то есть такое ощущение, что это не сыворотка какая-то ухаживающая, по ощущениям именно, да, а как будто это какой-то праймер, который дает люфтинг-эффект, потому что они именно вот так вот всё вам натягивают, и вы дальше наносите крем. Крем. Это энергетическая сыворотка для лица, здесь по идее депантинол, церамидный комплекс, витамин С и Е, которые борются с преждевременным старением, и здесь ещё написано, что он защищает кожу от фотостарения и морщин, каким образом, если ретинол и вот все вот эти вот штуки, их нужно наносить вечером и потом использовать СПФ. Здесь не заявлено СПФ, каким образом это борется с фотостарением и морщин, мне совершенно непонятно. Здесь вообще на каждой сыворотке, есть такие клеймы, да, какие-то заявления, за которые, кстати, там в той же Америке можно спокойно засудить, потому что писать на продукте, который может вызвать пигментные пятна, если вы выйдете на улицу на солнце, писать, что он вас защищает от фотостарения и морщин, это, ну как, это, короче, это неправильно, это фактически не соответствует действительности, ну как на Кока-Коле написать, что она вам поможет похудеть, да, поэтому для меня, конечно, это очень странно в сыворотке. Опять же, ребята, все, что я здесь говорю, это мое мнение, не факты, а то опять будут грозить судами, там, чем-то еще, да, то есть я здесь высказываю свою субъективную точку зрения. Дальше у нас сыворотка с вами, восстанавливающая сыворотка с церамидным комплексом, с природными полусахаридами. Она по ощущениям, по моим вот лично вообще, ничем не отличается, тоже такая, какая-то немножечко сопливенькая и, ну как бы, на этом все. Ощущения у меня, я скажу вам так, что у меня кожа за, там, две с лишним недели использования не хуже, не лучше, не стало, просто ничего как будто не происходило, но у меня как бы другой хороший уход, и в целом, конечно, чтобы полностью оценить, наверное, действие или отсутствие действия косметики, нужен месяц, пока там клетки какие-то кожи, да, обновятся, но, к сожалению, я не хотела дальше просто экспериментировать, потому что, ну, как-то уже хочется, чтобы все, все там действовало, все было окей. Дальше у нас сыворотка увлажняющая с гиалуроновой кислотой, проникновение активных компонентов способствует разглаживанию мимических морщин носогубных складок. В общем, здесь вот просто такое ощущение, что надо, знаете, вот так вот себе облоб колоть и имолодеть просто от этого, от всех заявлений, которые есть на этих сыворотках. Друзья, я, наверное, должна была сказать это вначале, у меня нету никакой ненависти там к миксе, как Сане Самойловой там к бренду, просто здесь какие-то маркетологи, кто вот это вот все пишет, ну, это, это как, какое, что-то это не то, мне так кажется, ну, потому что слишком много обещаний, которые просто физически невозможно воплотить. Ну, в общем, давайте пойдем мы с вами дальше. Эта сыворотка по ощущениям, как классическая какая-то гиалуроновая сыворотка, то есть она тоже такая сопелькообразная, и она чуть-чуть липковатой остается на лице, то есть это вот, ну, дает эффект, как все гиалуроновые сыворотки. Потом у нас четверг, это эффект лифтинга, подтягивающая сыворотка с комплексом, с активным лифтинг-комплексом и полиссахаридами, обеспечивает долгосрочный эффект ремоделирования овала лица, восстанавливает упругость кожи, увлажняет, защищает от окислительного стресса и неблагоприятных внешних факторов. То есть можно не ходить к пластическому хирургу и на уколы, а можно и просто мазаться сывороткой с лифтингом. Ну, то есть тут же написано, что оно просто, оно обеспечивает долгосрочный эффект ремоделирования овала лица. Это вот реально надо описывать какими-то такими фразами общими, ну вот тонизирует. Что значит тонизирует, да? Это вот все употребляется вот так вот, дает там энергетический заряд, активизирует какие-то внутреннюю там работу каких-то клеток, которые синтезируют коллаген, за счет чего можно добиться эффекта ремоделирования овала лица. Вот, то есть вот можно добиться, как-то поставить, что типа мы не обещаем, а тут просто вот черным по-белому, что оно обеспечивает долгосрочность. Где? Excuse me, excuse me, не, ну, нет. Короче, что оно делает? Оно тоже такое сопелькообразное и оно просто подстягивает как бы кожу и оно вот все. Но эти сыворотки, они в принципе вот такие, знаете, как гиалуроновая кислота, гиалуроновая кислота. Вы сыворотку, когда наносите, вы тоже в основном липкость ощущаете на лице и здесь оно просто какой-то такой пленочкой подсыхает, ну и собственно и все на этом. На этом действие заканчивается. Овал лица не ремоделировался. Сколько употреблять данный продукт на себя наносить, тоже не совсем понятно. И тем более, если оно ремоделирует лицо, будучи нанесенным один раз в неделю. Один! То есть здесь должна быть концентрация, как не знаю, каких-то масок, которые натягивают вам глаз просто на одно место. Пятница. Разбратница. Это просто что? Зачем? Здесь блестки, здесь слюда в составе. Зачем это? Я сейчас вам скажу. Это сыворотка для сияния кожи. Биогармонические пептиды выравнивают цвет лица. Вот тут вот стимулируют синтез коллаги, на разглаживают мимические морщины. То есть они даже не способствуют разглаживанию мимических морщин, а прям разглаживают. Зачем добавлять блестки в уходовую косметику? Я могу понять, если вы добавляете блестки в косметику, которая декоративная, но в уход зачем? Что-то типа, ой, я нанесла, и у меня лицо засияло. Как это в тиктоке? Ты меня это за идиота не держи. Здесь просто, опять же, обещание способствует восстановлению и улучшению качества кожи, повышает ее эластичность, снижает последствия механического старения. За счет блесток или что? При том, что эти блестки, их еще на коже особо не видно, но они, наверное, какой-то легчайший. Вот оно такое все липкое. Это странно. Вы знаете, здесь это не вызывает никаких реакций, то есть это все-таки не там какое-то подпольное производство, которое там где-то в подвале, не знаю, в Камбодже, в землянке, под землей вообще там из какого-то папоротника там что-то варит на коленке, да, поплевывая туда же. То есть это все-таки, ну, миксит приличный производство, приличные продукты и в первой линейке, то есть, знаете, они, видимо, делают косметику такую безопасную, чтобы она, типа, никому не навредила, чтобы она ничего не сделала, но при этом обещают много всего. И, судя по тому, кто пишет отзывы, очень молодая целевая аудитория, соответственно, им кожа навредить, ну, как бы, достаточно сложно. Дальше у нас антиоксидантная сыворотка, которая вот абсолютно похожа и выглядит точно так же, как сыворотка понедельника и вторника. Что делает? Она должна восстанавливать липидный барьер кожи, смягчать и тонизировать кожу. Но как это возможно, если ты ее используешь раз в 7 дней? Сложно мне сказать. И балансирующая сыворотка. Это сыворотка с мультифункциональным себорегулирующим комплексом. Восстанавливает и поддерживает жизнеспособность микробиоты кожи. Снижает выработку сальной секреции, восстанавливает кислото-щелочной баланс, улучшает цвет лица, повышает эластичность и уменьшает гиперпигментацию. Так, раз оно гиперпигментацию, значит, здесь должны быть, наверное, какие-то кислоты. Надо посмотреть. Но, опять же, у меня вопрос. Я вот покупаю 7 сывороток, а мне не нужна, может быть, себорегуляция? Может, у меня сухая кожа? И здесь у меня, опять же, вот знаете, позиционирование бренда не то, что возмущает, но как бы вызывает вопросы позиционирования, что это косметика для всех, что она подойдет вообще всем. Но нет, мы видели с вами, в принципе, да, мы разбирали, когда первый выпуск основной косметики, что она подойдет в основном более жирной коже, потому что у кого сухая нормальная кожа, увлажнения, питания там вообще не хватает. И в этих сыворотках здесь тоже, ну вот мне не все здесь подходит, потому что себорегуляция, ну как бы у меня, например, с этим все норм. У тех, у кого сухая кожа, тоже с этим все норм. И вообще концепт семи сывороток – это отдельный просто вид какого-то извращения, как мне кажется. По мне эти сыворотки, они работают вообще вот все плюс-минус одинаково, и если даже их использовать вот каждый день, да, там каждый седьмой день, то они, ну какой-то там минимальный эффект имеют за счет вот этой своей базы, который содержит вот этот вот прекрасный комплекс актеры ГИК с Рецелайн. А вот эти вот действующие компоненты, которые везде типа другие, они просто вот вы их как будто выкинули и все. Ребята, я опять же понимаю, что я бьюти-блогер, я снимаю кучу-кучу видео, где у меня горы там новой косметики, но это как бы моя работа для того, чтобы рассказать все, попробовать и рассказать вам, чтобы вам не приходилось 500 палеток покупать, а покупать там нужно было только то, что классное, то, что вам понравилось. Но если мы говорим о каком-то гипертрофированном потреблении, то это вообще прекрасно это показывает. Мне кажется, у самых бьюти-голиков, которые просто вот голики-голики, еще какие, количество сывороток, которые они постоянно ратируют, не будет такого количества, потому что чтобы у вас подействовало уходовое средство, вам желательно разбить сыворотку, либо одну постоянно используйте, крем там дневной, ночной, либо там утром одну сыворотку, вечером другую сыворотку, ну все, и вот этим вот пользоваться, и периодически там какие-то ротации делать. Но каждый день новая сыворотка, для меня этот концепт непонятен ни с точки зрения гиперпотребления, хотя не буду моралисткой, и не буду тут морали читать какие-то, я вообще не придерживаюсь этой концепции в косметике, по крайней мере 100%, я не могу, это моя слабость, но и в каком-то адекватном состоянии, если вы находитесь, и вы действительно хотите помочь своей коже. Давайте мы послушаем теперь, что Ксюша Вебер хочет нам сказать на эту тему, косметолог, да, и продолжим уже дальше к маскам. Когда я только купила эти сыворотки, я Ксюше скинула составы, она мне записала видео, и все, я дальше просто продолжала этим пользоваться, но просто я уже забыла, честно говоря, что она мне про это говорила. Мое вот впечатление, такое свеженькое, да, что сыворотки не делают вам хуже, не делают вам лучше, они просто ну особо ничего не делают, вот и все. Наталина, привет. Знаешь, я саму идею использования сывороток в определенном дням недели не поддерживаю, потому что все-таки большинство косметических активов для того, чтобы они подействовали, требуют системности и регулярности. Но это все-таки не трусы, не делька, и косметические ингредиенты нужно использовать более как-то осознанно и системно. В понедельник нам предлагают использовать ретинол, но, к сожалению, производитель не уточнил, в какое время суток. Я бы хотела напомнить твоим зрителям, что ретинол это фототоксичный компонент, и использовать его нужно строго на ночь, а утром использовать СПФ. Ретинол, к слову, в составе этой сыворотки действительно есть. Во вторник нам предлагают использовать сыворотку с церамидами, но, к сожалению, церамидов в составе этой сыворотки я не нашла. Нашла фосфолипиды. Фосфолипиды – это тоже очень нужный компонент для нашего эпидермального барьера, но все-таки это не церамиды. Для кого-то это может быть принципиально важным. В среду нам предлагают использовать сыворотку с гиалуроновой кислотой. Впрочем, гиалуроновая кислота присутствует во всех сыворотках. Зачем для нас выделили ее в отдельный сегмент, совершенно непонятно. В четверг это сыворотка с эффектом лифтинга. Тот же самый Рексилайн есть тоже практически во всех продуктах. Никаких специфических других эффектов в сыворотке нет. Да и вообще, можем ли мы надеяться на какой-то эффект лифтинга от какого-то косметического продукта. В пятницу нам предлагают использовать продукт с пептидами, биомиметиками и миорелаксантами. Но здесь тоже все под большим вопросом, потому что мне кажется гораздо эффективнее, если бы они использовали, например, ацетилгексапептид-8, то есть субстрат буталинического токсина, который действительно дает хороший эффект миорелаксации. То, что они используют опять все тот же Рексилайн и добивают его не самым сильным пептидом в этой области, тоже не гарантирует эффективности. Ну и уж пептиды точно не имеет никакого смысла использовать один раз в неделю. Их лучше использовать курсом и лучше и утром и вечером, а не только один раз в сутки. В субботу антиоксидантная сыворотка. Хорошо, оставим ее в покое, не будем комментировать. И в воскресенье рекомендуется использовать балансирующую себорегуляцию сыворотку и балансирующую микробиом нашей кожи. Каких-то существенных компонентов, способных на одно и на другое, я не нашла. Я очень надеялась, что в составе этой сыворотки будут какие-то лизаты бактерии или ферментированные ингредиенты, которые могли бы быть действительно хорошими пребиотиками. Но их там не оказалось. Поэтому я думаю, что такой эффект тоже будет не ярко выраженный. Я считаю, что нужно было сделать один продукт, классный, с хорошим составом. Ну ладно, два. Один на утро, второй на вечер. Но семь сывороток, реально, это перебор. Тем более, что они между собой действительно очень и очень похожи. Спасибо огромное, Ксюша. Напоминаю, что ссылка на ее канал очень интересная. Она и косметику, и уход разбирает будет. Ссылочка внизу. Мы с ней, кстати, тоже видео снимали, где Ксюша разбирала мой уход для кожи с дерматитами и псориазом. В общем, я с Ксюшей полностью согласна, сейчас я освежилась в своей голове. Про сыворотку, про которая детокс, когда она сказала, что оставила в покое, не будем комментировать. Я такая, а почему не будем? Ну, потому что это все то же самое, и там нет никаких специфических компонентов. Я на 200% согласна с Ксюшей, что надо было просто сделать две сыворотки и просто с хорошим составом. И все, одну утреннюю, другую там вечернюю. Ну, просто ретинол, например, это тоже такой компонент. Мне, например, он не особо там подходит по коже моей, склонной к дерматитам и к псориазу. Поэтому сделали бы просто что-то такое базовое, две сыворотки, ночная и вечерняя. Ну, окей, стоили они бы... Также 4200 можно было бы спокойно поставить цену. Это сколько получается? Одна сыворотка стоила бы 200. Ну, у них, в принципе, пенка стоит 1900, 200 у них стоит крем, 1600 у них стоит скраб и тоник 1100. То есть, я могу понять, что, наверное, для покупателя может в голове как-то сложиться какая-то картинка, что целых 7 сывороток за там 4200 рублей. Но здесь сыворотки, они по 15 миллилитров все. То есть, у нас здесь получается 105 миллилитров всего средства. В среднем, мне кажется, в сыворотках 30 миллилитров обычно. Бывает и 50, но в среднем это 30 миллилитров. И здесь по объему получается 3,5 сыворотки. Соответственно, они могли сделать еще уменьшить количество продукта и выпустить две классные сыворотки, которые действительно хорошо бы работали, чем вот эти трусы неделька. Еще же, не дай бог, перепутаешь и в воскресенье средой намажешься и все, и как жить дальше. Лично я не могу, к сожалению, вам рекомендовать этот выпуск. Эти сыворотки еще и нельзя по отдельности купить. Поэтому, если бы здесь какая-то сыворотка была бы там прям классная, то вы не смогли бы купить ее отдельно. Мне это тоже не очень нравится, потому что, опять же, здесь что-то кому-то может не подойти, хотя база у них плюс-минус одинаковая. В общем, не обольщайтесь на тему того, что вы получаете там очень много средств за какие-то адекватные деньги, 4200. За 200 можно себе купить, в принципе, очень даже приличную сыворотку. Две их можно купить или просто одну ей пользоваться, потом купить ее еще раз. Поэтому для меня, к сожалению, этот выпуск крайне печальный и выглядит как просто отъем средств у населения. Ну и давайте переходить к более приятной части нашего видео, где мы с вами обсудим выпуск четырех видов масок. Маск? Что? Илон Маск. Четырех видов масок. Кстати, к каждой посылке прикладывается такая книжечка, но у меня здесь в потопе пострадала, к сожалению, книжечка. От сывороток я не нашла. Итак, здесь у нас описание, в общем-то, этой коллекции. Основной ингредиент коллекции у нас это снова этот антистрессовый олигопептид. Ой-ой-ой, я только увидела здесь на первой странице. Девчата, всем привет. Я, конечно, понимаю, что Оксана так обращается в своем инстаграм, в сторис, но немножечко вот этого сексизма в подарок. Как бы у нас мужчины уже давно пользуются плодами тоже бьюти индустрии. Я не люблю вот такие вот обращения. Я сама иногда говорю типа девочки, но это как бы я надеюсь, что всем понятно, что это прикол, да, это от мамы отличника, по-моему, пошло. В общем, друзья, давайте рассматривать сыворотки. У нас здесь есть очищающая маска, у нас здесь есть увлажняющая маска, есть также преображающая маска для лица и подтягивающая маска-пленка. Я вам сейчас расскажу свои личные ощущения от использования каждой из этих масок, и потом мы с вами послушаем аудио от Ксюши Выбор, где она поделится, собственно, своим мнением по составу на тему этих масок. Итак, очищающая маска, а здесь еще, кстати, в набор в этот входит кисть для нанесения, но по факту она нужна только для маски-пленки и для очищающей маски. Так, очищающая маска, здесь вот есть такая затычка, да, маска из такого розового доухромистого оттенка превращается в белую, когда подсыхает на лице. Я наносила ее на Т-зону, потому что на остальные зоны, если вы будете носить, если у вас кожа, например, склонная к сухости, либо же, если у вас кожа нормальная, но вот здесь вот у вас пересушенная может быть кожа. Ну, в общем, на периферии такие очищающие маски, если у вас нету там расширенных пор или каких-то забитых пор, да, наносить туда, мне кажется, совершенно не нужно и совершенно необязательно. Мне эта маска особого эффекта на меня она не оказала, просто потому что у меня нету особых проблем. Я вообще такого плана очищающей маски, ну, раз в месяц, может быть, сделаю. У меня пока нету каких-то особых проблем с очищением пор, но изредка я вот делаю такого плана маски, но я ни от одной из них не видела никогда какого-то эффекта. Возможно, если у вас кожа с склонностью к жирности, есть что-то в порах, да, с чем можно побороться, я говорю не о стандартных там сальных нитях, да, светлых точках здесь, а именно черные точки, тогда, возможно, ну, как-то вам это подойдет. Вот, то есть это продукт больше для жирной кожи, и, повторюсь, мне вообще кажется, что линейка очень сильно направлена на жирную кожу, но почему-то об этом нигде не заявлено. Увлажняющая маска для лица с водорастворимым коллагеном, ну, в общем, здесь тоже очень много всяческих обещаний, она прикольно выглядит. Еще, кстати, хотела сказать, что здесь во всех сыворотках и во всей косметике есть отдушка, она хоть и на последнем месяце, но, тем не менее, она там есть. На самом деле, у дерматологов на этот счет и у косметологов всегда то мнение, что это для кожи лучше не использовать, потому что, особенно если у вас чувствительная кожа, потому что вот эти парфюмерные композиции, даже когда в качестве отдушки используют эфирные масла, это все равно не полезно для кожи, потому что это не несет, ну, ничего, что питало как-то кожу, да, ничего полезного, в общем, для кожи. Не несут эти отдушки, но при этом на них может развиться аллергия, на них может развиваться чувствительность, при том, что там 5 лет вы пользуетесь, а потом у вас может открыться над аллергия. Поэтому, конечно, особенно при склонности к какой-то чувствительности лучше использовать средства без парфюмерных композиций. Так, эта маска, вот эти крышки надо, наверное, все-таки повыкидывать, потому что не больше грязи, мне кажется, делают. Она выглядит прикольно, что здесь внутри такие пузырики. Мне она не особо понравилась по ощущениям, потому что наносишь она адски липкая, то есть если у вас чуть там волос, то оно прям прилипает вообще насмерть, оно как желешка какая-то, то есть с этой маской, с ней не ляжешь спать. И мне, кстати, не хватает в комплексе масок, да, маски, которую можно было бы заменить, которой можно было бы какой-то ночной крем, да, то есть маска, которую ты намазал и пошел спать. По эффекту я от нее не почувствовала такого мгновенного какого-то увлажнения, но в принципе все было хорошо, макияж после всего этого носился отлично. И можно делать, знаете, такой мультимаскинг, например, наносить маску, которая очищающая, а на оставшиеся зоны наносить увлажняющую. Это тоже подойдет такой способ нанесения. Лифтинговая маска, маски-пленки многие, они работают тоже плюс-минус одинаково. Так, сейчас прилипло. Эти маски, как правило, не дают какого-то, ну сильно что-то пахнет, пахнет, знаете почему, какой-то немножко бытовой химией или гелем для душа. Не дают пролонгированного особого эффекта, хотя здесь тоже много чего заявлено, что там экстракт морской гигантской бурой водоросли с высоким содержанием альгина. Ну, в общем, основы глины глубоко очищает кожу и сужает поры, оказывает себорегулирующее действие. Здесь еще вынесен компонент мико, который с люда натуральной перламутровой микрочастицы природного происхождения придают коже легкое сияние. Но это все равно, что вы возьмете, не знаю, мико, это минерал, это, ну, по сути, камень, то есть вы возьмете, вот так вот коже приложите, ну, то есть оно сияние может дать только какое-то декоративное, да. То есть мы вот хайлайтер мажем, они тоже на базе слюды, как правило. И что? Да, конечно, она сама по себе блестит, и вот здесь вот сыворотки тоже есть слюда. А, вот, они, то есть имеют в виду, что мико, она же слюда, что она, типа, придает сияние коже, но не говорят, что это сияние естественное, да, что это декоративное. Ну, короче, как-то очень все это, друзья, мне кажется, странно, да. Но эта маска, она дает эффект, как большинство похожих таких масок, оно как бы лицо стягивает, и остается какая-то, не знаю, легкий какой-то налет, легкая пленочка на лице, которая продолжает поддерживать кожу. В принципе, аналогичного эффекта можно добиться и праймерами какими-то, но в целом эффект был неплохой. И маска, которая преображающая, так, что она нам здесь расскажет, масло жужуба, керамиды, масло шипантенол, светоотражающие частицы визуально совершенствуют кожу, выравнивают тон, придает, естественно, блеск и сияние. Я хочу спросить, а нафига оно нужно, светоотражающие частички, которые выравнивают тон, если маску нужно смывать? То есть, вы нанесли светоотражающие частички, посмотрели на себя и смыли. Мне эта маска по ощущениям понравилась больше всего, то есть, она оставляет какую-то легкую пленочку на нашем с вами лице, ну, по крайней мере, на моем, и что аж крем практически можно не наносить после этого. Я люблю такой эффект от масок, но это, опять же, по моим ощущениям, это не какой-то пролонгированный эффект, а это вот эффект здесь, сейчас. Мы это нанесли, пленочка осталась, остатки мы смыли. Каждую из этих масок нужно наносить 2-3 раза в неделю, 1-2 раза в неделю, но и увлажняющую здесь нету рекомендаций. То есть, есть рекомендации, что на 10-15 минут, но как часто, хоть каждый день можно наносить. Да, только у нас по очищающей маске написано 1-2 раза в неделю, остальные все можно наносить как часто, как угодно. Поэтому они, в принципе, быстро могут закончиться. Лично мне из этих масок понравилась маска, которая преображающая, потому что это та маска, от которой я прям максимальный эффект почувствовала. Ну, в принципе, лифтинг маска, которая пилинг, тоже нормально. Но по маскам у меня особо нету никаких вопросов к этой продукции. Другое дело, что их 4. Я бы, наверное, распределила наборы по 2 маски, например, очищающие, увлажняющие. Ну, или как-то, ну, тоже тут логику особо не придумаешь. Ну, скорее всего, это нужно продавать просто все по одной маске, потому что все 4. Ну, это несколько... Я понимаю их, что у ребят очень высокий средний чек, благодаря вот этим наборам. Там 3-4 тысячи рублей, плюс у них все доставки платные. Соответственно, я понимаю, что им не хочется продавать одну там сыворотку за 500 рублей, как это делает миксит. И все стремятся всегда к максимально высокому среднему чеку. Вот мне, например, очищающая маска вообще не нужна. Лифтинг маска у меня тоже там уже есть. Я бы оставила, наверное, только вот себе увлажняющую и забываю постоянно, как она, преображающую маску. Поэтому для меня, в принципе, вот эта вот теория с наборами не особо работает. 3200 все это дело стоит, и объем здесь... Состава здесь 50 миллилитров. В принципе, абсолютно адекватно. И по поводу выпуска масок, мне хочется прям сказать, что спасибо, ребята, потому что это что-то нормальное, что-то неплохое. И преображающая маска, она прям действительно хорошую базу под макияж создает. Я не уверена, что эти маски там в долгосрочной перспективе как-то супер-пупер действуют на вашу кожу. Но, тем не менее, здесь как будто и составы хорошие, и действия хорошие. Давайте мы посмотрим, что нам на эту тему расскажет косметолог Ксения Вебер. Смотри, первая маска по составу, она очень неплохая, очищающая, она явно предназначается для кожи жирной. У нее в составе есть каолинбентонит, есть вот это вот их общее с миксит, вот это вот вещество. Есть стабильная форма витамина С, есть жемчужная пудра, причем жемчужная пудра, она используется как антиоксидант, и в ней очень много кальция, а кальция же во многих обменах процессах кожи участвует. Поэтому по составу очищающая маска, мне кажется, очень-очень неплохая. Маска преображающая, по составу мне тоже очень нравится. Она масло ши в составе, триглицериды, мечевина, пантенол, фосфолипиды, сфинголипиды, то есть это все, что для восстановления эпидермального барьера. Смягчающие какие-то экстракты, компоненты, вот этот вот пептид, опять же, он у них, видимо, во всех продуктах содержится. По составу, ты знаешь, это очень и очень неплохо. Увлажняющая маска по составу действительно будет увлажняющей, потому что на третьем месте стоит гидролизованная мочевина, она будет смягчать. И здесь есть коллаген, но коллаген, он обладает кондиционирующим действием, то есть он помогает аккумулировать влагу на поверхности кожи и создает такую небольшую окклюзию. Ну, пептид, понятно, килоуроновая кислота, причем, насколько я вижу, разномолекулярная. Поэтому, да, увлажняющая маска действительно является увлажняющей. Так, а про лифтинг-маску, видимо, я ее Ксении не скинула, ну, да ладно. В общем, я согласна с Ксюшей, по ощущениям, это хорошие продукты, у них было заявлено, в принципе, действие. И, кстати, здесь, ну, кроме того, что слюда и мика вам придают легкое сияние, да, здесь, в принципе, даже нету прям вот настолько уж наглых заявлений, как в сыворотках. Может быть, они сменили человека, который пишет эти тексты и все эти заявления, потому что здесь прям отличная тенденция к движению к хорошим действительно продуктам. Потому что у того же Миксит хороших много продуктов в их линейке. Предыдущий, первый выпуск мне не понравился, потому что непонятно, какая целевая аудитория, потому что для всех типов кожи это не подходит. Ну, в общем, очень много вопросов к первому выпуску. Но он как бы прогремел, об этом бренде узнали. Возможно, ну, не знаю. Опять же, да, если делать просто все вот эти скандалы просто ради того, чтобы о тебе узнали, ну, я не знаю. В общем, кто-то, наверное, пользуется такими методиками, да. Сыворотки мне этот выпуск совершенно не нравится. Я не считаю, что нужно покупать себе сыворотки на каждый день недели. Реально, блин, трусы неделька. Это странно, это неэффективно. Но вот выпуск с масками, он хороший. Но другое дело, что это 3200 рублей. За 3200 рублей можно купить себе одну классную маску с тем действием, которое вам необходимо. Какую-то одну преображающую маску от Clinique Even Better Brighter прекрасно вообще работает. Либо какую-то увлажняющую, очищающую. Можно купить себе просто одну офигенную маску за 3200 рублей. Да даже две маски себе можно купить за там 1600-1700 рублей. Поэтому, насколько это надо, это уже, конечно, другой вопрос. И мне кажется, что было бы, конечно, логично немножечко разделиться хотя бы по типам кожи. И продавать это индивидуально. Но тут тогда не будет такой средне-высокий чек. Зато это будет действительно то, что может помочь людям в уходе за кожей. То есть, если бренд все-таки в своей какой-то пирамиде ценностей поставит на более высокое место именно заботу о коже своих покупателей, а не заработок денег, то тогда, я думаю, что у этого есть прекрасный шанс на то, чтобы вырасти в хороший бренд с адекватными составами, которые действительно будут адекватно работать. Но время покажет, потому что два из трех выпусков было, мягко говоря, не очень. И один нормальный. Поэтому, друзья, напишите, пожалуйста, внизу, что вы думаете по этому поводу. Может быть, вы что-то пробовали из этих продуктов, и будет очень интересно почитать ваше мнение. Ну и спасибо вам огромное за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Это очень сильно помогает дальнейшему развитию этого канала. Ну и мы с вами скоро увидимся. До встречи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok